Приветствую подписчиков нашего очередного журнала с Рафаэлем. Давайте, начиная с этого урока, разберем такие явления, как вот, скажем, есть один объект, скажем, не знаю, может быть это будет и курсор мышки, и другой объект. И вот он будет как-то следить за этим объектом, скажем, поворачиваться за ним, как-то, может быть, даже приближаться к нему, поворачиваясь. Где это можно применить? Ну, вот смотрите, самый простой пример, который можно показать. Вот, например, вот игра, которая, наверное, на каждом компьютере есть. Вот обратите внимание, вот мой курсорчик. Вот то, что можно во флэше, скажем, реализовать. Вот этот король, вот он смотрит то в эту область, когда мой курсор будет находиться, либо вот в эту область. Ну, давайте посмотрим. Так, значит, смотрите, перевожу его, оп, видите, как он повернулся, смотрит сюда теперь, в эту область. Ну, тут методы срабатывания сразу можно уже посмотреть, что когда я нахожусь внутри вот этих вот четырех, или других четырех, оп, видите, вот он туда-сюда ходит. А что еще натолкнуло на мысль сделать это? Ну, вот смотрите, есть вот, например, компонент, mouse follower. Если я вот сюда вот его вытащу, у нас мовик соответствующий получается. Ну, давайте я его увеличу немножечко так, shift, удерживаю, чтобы пропорционально было. Вот, скажем, вот эта вот стрелочка. Вот она сейчас повернута вот сюда вот. Ну, просто так. Вот ее центрик. Значит, она вращаться будет под каким-то там углом. Куда там она будет, это альфа будет равно. Значит, наверное, в зависимости от того, куда двигаться будет мой вот этот вот курсорчик. И смотрите, как он двигается. Видите, значит, я двигаю, и стрелочка как бы предугадывает мое движение, и оно как бы вращается в соответствии с тем, куда я двигаю. Ну, поиграетесь вы уже сами с этим более подробно. Если вы не знаете, где он находится, этот компонент находится в эффектах в разделе 2D, ну и mouse follower. Давайте разберем его структуру. Наверное, которые в предыдущие уроки смотрели мои на диске или в журналах предыдущих, наверное, знают, что вот если разобрать вот этот вот, как ее называют, в данном случае компонент, который представляет из себя на самом деле самый обыкновенный мувик, то вот все серое, недоступно, что-то такое есть, начальное значение, которое можно как бы допускает менять. И ты, значит, меняешь. Ну, давайте сделаем вот доступным его правой клавишей, объект атрибуты, раздвинем, сделаем эти вот эти самые штучки. Видите, много объектов других появилось. И этот можно тоже дополнительно защищен. Слава богу, они у нас без паролей, как говорится. Рейтонный скрипт на пароли не поставлены. То есть позволять, если что, трепанацию, как говорится, дальнейшую проводить вот этого компонента. Видите, уже доступно. Смотрите, сколько нам открылось. Вот смотрите, что тут я заметил. Вот механизм, который крутит стрелку за курсорчиком, он спрятан вот в этом вот операторе. Угол, angle, да. Масс атан 2D, dx, dy. Где dx, это какая-то разница между координатой x и y. Давайте посмотрим, что такое угол, как он находится. Получается, там у нас это атан, это 2, значит, дек в градусах. Значит, атан, это арктанкенс. Так, ну что это такое, давайте посмотрим. Масс атан 2. Значит, это отношение y к x. Ну, если кто забыл, значит, помните у нас ось ц, ось ординат, единичный радиус, предположим. Это вот нолик. Плохой тут у меня. Значит, вот это координата x, это координата у нас y. И вот какая-то точка, она имеет координату, вот он, y, вот он, вот это координата x. И вот отношение вот этого к, видите, к этому. Ну, по сути дела, видите, прямоугольный треугольник и так далее. Вот он угол. Значит, тангенс, это отношение катетов, противолежащих к прилежащему. Зная, что это единица, например, x, y и так далее. В общем, поскольку там есть радианы, мы сразу используем не атан 2, а атан 2 дек. Это свишскриптовский уже, как говорится, оператор. Потому что просто в скрипте есть атан 2. Так, где он тут у нас? Вот, атан 2 и все. Этот уже чисто к скрипту относится. Итак, получается, я делаю отношение y к x. Это у меня будет тангенс, тангенс чего-то там, значение какое-то его. Вот это какое-то значение, чтобы найти угол, я должен найти арктангенс, да? Так, ну плохо, тут у меня мышка пишется. Арктангенс от вот этого вот значения. Так, получается, мы каким-то образом будем поворачивать, в зависимости от того, где мы находимся. Вот эта точка x, y меняется. Угол тоже у нас будет меняться. Так, значит, если мы... А, вот он. Если мы посмотрим масс арктангенс. Где он тут у нас? Сейчас, минутку. Ну вот, когда у нас не свишскрипт, а просто экшнскрипт. Вот он у нас масс атан и атан 2 сразу же уже. Вот атан 2. Число x, определяющее комбинаты точки x. x, y и так далее. То есть мы определяем значение арктангенса. Но в радианах. В радианы нам переводить лень. Мы сразу воспользовались свишскриптовским, который выводит это уже в дегрисах. То есть по-английски это в градусах. Ну давайте так вот начнем что-то такое делать. Так, ну значит, компонент мы посмотрели. Посмотрели, что вот он у нас. Как за вот этим вот курсорчиком, который вот сейчас вот тут был. Насколько он угол его вычисляет. И вот в зависимости вот эти x, y, наверное, от координаты x mouse, y mouse. Ну давайте что-нибудь такое создадим. Ну скажем, давайте посередине его поставим. Так, пусть он у нас будет посередине сценки. Этот объектик. Объектик назовем каким-нибудь там незамасловато. Так, давайте сделаем, повернем его на 45. Так, как мы тут красиво его повернем на 45 более точно. Вот таким вот образом. Ну и давайте изменим. Вот, чтобы он был как-то на компас похож. На стрелку, вернее, компаса. Примерно вот так вот. Если, значит, будет он у нас вращаться, значит, первый этап, как говорится, мы сделаем. Ну и незамысловато будем писать кодик. Так, значит, наверное, по каждому кадрику мы будем вычислять, какой же у него угол. Значит, вот этот угол ТТ, его поворот, ротация, да, он будет равен, как у нас пишется, масс атан 2 дек. Так, ну давайте я вот это вот, давайте вот так вот сделаем. Ctrl-C, сюда идем. Ctrl-V. И теперь Y, что это такое являться будет? Значит, чему равен у нас значение курсора, его координата Y, маус, курсорчика нашего, и вот этого X, маус. Он должен у нас вращаться. Так, двигаем. Пым-пым-пым-пым-пым-пым. Т-ты-ты-ты. То есть он начинает за нами следить. Если я XY равен нулю, у нас тут начинают непонятки для него происходят, но потом он начинает соображать. В общем, каким-то образом мы, правда, что-то заставили двигаться его. Ну, нужно, наверное, конечно, было какую-то часть закрасить там синеньким-красненьким, чтобы как-то образ... Ну, давайте сделаем на нем какую-нибудь там вот эту штучку. Сделаем. Сделаем какие-нибудь там вот такие вот. Да, и это все нужно сейчас нам, наверное, в группу, и чтобы код, который был написан для ТТ, он... ТТ будет являться группой. Ну, давайте сейчас сделаем. Так, ну, вот я сейчас ее объединяю в группу. Значит, вот этот вот шарик с этим самым... Мувиклип лучше давайте сделаем. Назовем его тоже ТТ. Поскольку код написан здесь, он ищет ТТ, первый попавшийся. Первый попавшийся будет у него. То, что до этого нужно было ему сказать, если это конкретно ТТ, вот, который внутри хочет, то еще должен был дописать путь соответствующий. Вот так вот. Если ты хочешь конкретно внутри Мувика что-то поворачивать. Так, ну, давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Ну, вот что-то у нас x, y этого меняется. Что-то типа слежения у нас уже начинает проявляться. Так, ну, давайте продолжим в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok